МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Супергерой кошачьего мира в Ленинградском зоопарке в честь дня рождения Манула по кличке Шу провели познавательные игры и квесты для посетителей. 21 апреля, день местного самоуправления, губернатор Александр Беглов и председатель законодательного собрания Александр Бельский поздравили депутатов муниципальных советов и сотрудников муниципалитетов. Глава города напомнил, этот год объявлен президентом годом семьи. Владимир Путин не раз подчеркивал, что работа всех уровней власти должна выстраиваться вокруг интересов каждого человека, каждой семьи. В Петербурге 111 внутригородских муниципальных образований. Их представители решают вопросы опеки и попечительства. С каждым годом расширяется объем работ, который органы местного самоуправления выполняют по благоустройству дворов, созданию детских спортивных площадок. Губернатор также выразил особые слова благодарности муниципалитетам за патриотическое воспитание молодежи и оказание помощи семьям участников специальной военной операции. Бесстрашных витязей сегодня увидели петербуржцы в Калининском районе. Там прошел уличный фестиваль «Княжий стан» в честь двойного праздника дня местного самоуправления и дня рождения муниципального образования «Академическое». Реконструкторы погрузили гостей в атмосферу Средневековья с эффектными рыцарскими турнирами. В этот день мы всегда его проводим либо концертом, либо еще другими мероприятиями. И вот сегодня мы решили, что в день образования нашего муниципального образования мы сможем провести вот такое чудесное мероприятие. Гости фестиваля могли принять участие в турнире на интерактивных площадках, а также проверить меткость в стрельбе из лука. Настоящими богатырями себя почувствовали и юные посетители. Правда, они упражнялись в конных заездах на деревянном коне. Подготовили организаторы и стилизованную фотозону, чтобы все могли сохранить воспоминания о празднике. Кадры опасной фотосессии на крыше дома купцов Елисеевых на Невском проспекте оказались в распоряжении нашего канала. На них видно, как трое молодых людей забрались на самую верхнюю точку здания, чтобы сделать эффектные фотографии. Причем один из руферов ради кадра вытянулся в полный рост на одном из декоративных элементов. Такие трюки сопряжены с реальным риском для жизни. Очевидцы уже сообщили правоохранительные органы. Руферам может грозить штраф. Мастер-классы, лекции, квиз и большой субботник на берегу Финского залива. Студенты Санкт-Петербургского государственного университета и местные жители приняли участие в Невском экологическом марафоне. Команды соревновались в скорости и качестве уборки, составляли чек-лист эко-привычек и делили своими знаниями в сфере экологии. Ингене Борисов подробнее. Больше кататься на велосипеде, практиковать понедельники без мяса и обязательно собирать мусор раздельно. Лишь несколько важных пунктов из чек-листа эко-привычек. Составить личный список полезных дел гостям экологического марафона в стенах высшей школы менеджмента СПБГУ предложили волонтеры Невского экологического оператора. События посвятили 300-летию университета своеобразный форум без галстуков собрал воедино студентов и неравнодушных к чистоте родного города петербуржцев. Это не традиционный субботник, хотя в апреле все время 21-22, традиционная длина субботника. Но мы решили совместить уборку нашего чудесного пляжа Янтарь в городе Ломоносов с неким просвещением в высоком смысле этого слова. Главная цель марафона – открыть для участников новые грани ответственного экопотребления. Так, на мастер-классе по сбору отходов гости запоминали, как выглядят контейнеры для раздельного мусора. Синий – для бумаги, желтый – для пластика, зеленый – под стекло. Такие стоят во всех районах северной столицы. Петербургская сбытовая компания в свою очередь увлекла марафонцев настольной игрой. Открывая карточки, участники вспоминают фундаментальные основы сбережения энергии. Мы считаем, что это полезно, наглядно. Мы подготовили для ребят различные карточки на тему энергосбережения, с советами, как можно оберечь энергию. И, конечно, визуально информацию гораздо проще воспринимать, чем слушать об этом, либо прочитать об этом. Визуально запоминается все гораздо лучше. После интеллектуальных испытаний небольшое путешествие в автобусах на берег Финского залива. Там в рамках марафона участники состязались в скорости и качестве уборки Ломоносовского пляжа Янтарь. На берегу участники смогли применить полученные на мастер-классах знания. Для этого были установлены специальные станции. Здесь, к примеру, необходимо рассортировать мусор с учетом того, сколько он разлагается в природе. Прежде всего, это забота о нашем же городе, о нашей же области. И, в конце концов, помощь природе. И всем удобнее жить в чистом мире, в конце концов, как я считаю. Не успел марафон закончиться, участники попросили еще. Они отметили, такое событие для них стало прекрасной возможностью полезно провести время с друзьями. Евгений Борисов, Андрей Осин. Новости. Телеканал Санкт-Петербург. 1650 человек приняли участие в забеге на Кубок губернаторов в парке интернационалистов. На дистанции 10 километров среди мужчин лучшим стал Сергей Колесов, среди женщин Анатитова. В забегах участвовали целыми семьями, не только профессиональные спортсмены, но и любители. Дистанцию в 10 километров преодолел и вице-губернатор Борис Петровский. Ну, конечно, трасса была такая довольно грязная, так скажем, но от этого была еще более интересная. Погода была вначале такая спорная, но и, как часто бывает в наших соревнованиях, вышло солнышко, поэтому настроение соответствующее, праздничное. Очень здорово, потому что так много петербуржцев присоединяются к кубку губернатора побегают. Стало какой-то такой хорошей традицией. Добавлю, это второй этап соревнований. В марте спортсмены бегали в Александрийском парке в Петергофе, третий этап кубку пройдет в Сосновке, четвертый в октябре в Приморском парке и ЦПКО имени Кирова. В Ледовом сегодня вновь играют в хоккей. Это не рядовой матч, а встреча финальной серии за главный трофей молодежной хоккейной лиги Кубок Харламова. На льду встретились хоккеисты Петербургского СКА 19-46 и Ярославского Лока. Финальная серия Кубка продолжается до четырех побед одной из команд. Сначала лучшие команды молодежной хоккейной лиги сыграли в Ярославле и пока счет в серии 1-1. Отметим, на трибунах Ледового сегодня немало болельщиков остаться дома телевизора, когда красно-синий играет такой важный матч они не могли. Папа занимался хоккеем, поэтому, в принципе, с детства обожаю хоккей. И чем лучше на трибуне, чем у телевизора? Более живые эмоции, переживания, ну, в целом, как бы, более атмосферные. Матч в Ледовом еще продолжается после первого периода. Счет 0-1 впереди Лока. Итоговый счет станет известен позже, но, как бы не завершилась игра, во вторник хоккеисты СКА 19-46 и Лока вновь выйдут на лед. 6 мая проект «Единая карта петербуржца» отметит первый юбилей пять лет. В связи с этим подготовлен новый опрос. У пользователей спрашивают, какими возможностями КП вы чаще всего пользуетесь и какие новые сервисы хотели бы видеть. На портале и в мобильном приложении «Единая карта петербуржца» продолжает работу интерактивный сервис «Городской диалог». Это электронная площадка для проведения опросов по разным сферам жизни. Участие могут принять только авторизованные на портале «Единая карта петербуржца» пользователи. Им будут доступны дополнительные возможности карты. День Манула отмечают сегодня в Ленинградском зоопарке. Примерно год назад там впервые за 16 лет родился котенок. Родителями стали Намика и Свен. Малыша назвали Шу. Правда, в отличие от сладкой булочки, характер у молодого хищника не сахар. Шу любит одиночество и агрессивно относится к чужакам. Большую часть дня он бродит по клетке в ожидании корма. В рационе дикой кошки, грызуны, кролик и мелкие птицы. Ну, он действительно сладкая булочка, если, конечно, к нему не приближаться. Если приблизиться и нарушить личные границы, то он покажет характер и даст понять, что это было неприемлемо. Поэтому мы всегда держимся на почтенном расстоянии. Ну и, соответственно, даем ему вот этот вот маневр, чтобы он мог уйти, если ему что-то не нравится. Манулы считаются самыми древними представителями кошачьих, обитают в степях России, Монголии, Китая и странах Средней Азии. Для гостей в зоопарке организовали игры и викторины. Посетители могли узнать, сколько шуб весит, чем питается, как устроен его вольер. А еще маленькие участники праздника своими руками сделали значки на память о дне манула. О том, как будут развиваться события, мы расскажем уже в следующих выпусках. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова